У животных, так же как и у людей, может случиться укачивание. Поездка должна быть комфортной как для владельца, так и для питомца. Животные чаще всего в поездке испытывают стресс, поэтому рекомендуется давать успокоительные препараты перед тем, как ехать в дальний путь, а заранее проконсультироваться с ветеринарным врачом. Чтобы животному было комфортно либо в машине, либо в поезде, можно взять с собой переноску, либо какую-то лежанку. Переноску можно накрыть полотенцем или пледом, но самое главное следить, чтобы не было душно. Помимо этого, у животных, так же как и у людей, может случиться укачивание в транспорте. Рекомендуется не кормить примерно за 3-4 часа до поездки. Можно взять с собой кормушки, поилки, лоток, либо пеленки. Чтобы животному было куда сходить в туалет, рекомендуется брать любимые игрушки и лакомства. Также нужно следить, чтобы в поездке животное было вакцинировано, обработано от гельминтов и блох. Животное начинает облизываться. Это первые признаки тошноты. Оно начинает беспокоиться и нервничать. Ну и может быть еще рвота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова